Проект и международный, и проект очень хорошо себя зарекомендовавший уже с пятилетней историей проект, который сейчас представим вчетвером. Представят выпускники этого проекта и действующие специалисты, которые принимают участие в архнаследии, в том числе на конкурсной основе. Мы поговорим о прошлом, о концепции, мы поговорим о текущей работе, о том, чему посвящен этот учебный год, который еще не закончился в Решколе, и поговорим о будущем. Мы поговорим о том, что ждет в следующем учебном году этот проект, который немножечко будет переформатирован, но не перестанет быть столь же актуальным. Если говорить о наших сегодняшних спикерах, то я возьму на себя небольшую функцию модератора, попробуем уложиться в час, хотя мы можем бесконечно долго представлять все наработки. Меня зовут Крылова Инна, и я, помимо того, что занимаюсь темой промышленного наследия, я еще выпускница первого как раз курса Решколы, а это, как вы поймете, дипломы как российские, так и тогда еще с французским участием. Здесь присутствует почти уже полный выпускник прошлого года и почти выпускник, я так понимаю, тоже полный выпускник прошлого года и преподаватель, преподаватель уже этого года. Кроме того, мы должны, конечно, отдать должное, что вся сессия была построена на большой презентации Нариной Тютчева. Она не смогла приехать из Москвы, но оставила нам видеоприветствие, которое мы сейчас с удовольствием посмотрим, и начнем уже рассказывать вам, что это такое за проект. К сожалению, нет возможности сделать такое онлайн-подключение, но запись мы все-таки сделали. Давайте услышим приветствие от Нарине. Приветствую всех участников фестиваля «Ахнаследие», и в данном случае приветствую вас как руководитель образовательного проекта «Решкола», которому в этом году исполнилось пять лет. Собственно, для чего мы создавали этот проект? Я должна сказать, что как практикующий архитектор, я знаю, что фактически культурное и архитектурное наследие составляет больше половины застройки наших городов. Но мы не всегда можем понять ее ценность, не всегда можем понять, как это может быть включено в различные процессы развития наших городов. И наша программа, являясь мультидисциплинарной программой, пытается найти ответы на эти вопросы. Это и экспериментальная площадка, и образовательная площадка, и научная площадка одновременно. И да, сегодня «Решкола» еще не завершила свой учебный год, и в связи с этим я не могу лично присутствовать и быть рядом с вами. У нас идет зачетная сессия, и я очень рада тому, что «Решкола» сегодня представит ее выпускники. Прошу любить и жаловать выпускники «Решколы». Они расскажут о том, чем, собственно, «Школа» интересна, чем мы занимались в этом году, и какие планы предстоят на будущий год. Итак, про что этот проект «Решкола»? «Школа сохранения и револоризации наследия». Образовательно лицензированный проект с международным участием пять лет назад был подписан на уровне посольств России и Франции, был подписан двустороннее соглашение о сотрудничестве со старейшей школой реставрации в Европе, в мире. Это и Коль де Шайо. На протяжении четырех лет достаточно активно присутствие, несмотря на всевозможные карантины, было присутствие французских специалистов, реставраторов с мировым именем, специалистов в области экономики наследия, технологий и так далее. Мы в этом году несколько поменяли технологию общения, но, тем не менее, несмотря на происходящее, французская сторона очень хотела бы продолжать взаимодействие, потому что видит перспективность этого проекта для подготовки специалистов широкого профиля. И почему так эта концепция впечатлила французских специалистов в том числе. О чем школа? Прежде всего, важно понимать, что это образование не про прошлое, хотя вы видите вот на этой системе координат, есть некий маленький домик со словом консервация, это объекты наследия, и есть антипод нашей городской застройки, вы видите условный Москва-Сити, то есть достаточно такая современная агрессивная застройка, и между ними вы видите в виде определенной кардиограммы наша городская среда. Про что школа? Школа не про прошлое, школа про будущее, про то, как правильно развивать город при том, что город имеет свою очень интересную историческую, как особо ценную, так и средовую застройку. Культурное наследие. В чем ее ценность? И отвечая на вопросы, по сути, вся программа курса построена именно по принципам, что сохраняем, зачем сохраняем, как сохраняем, и что значит как раз в этой системе координат развития. И особенно по четырем блокам, археология ценности, сохранение ценности, преумножение и создание новой ценности, построен этот курс. Но он меняется с каждым годом. Программы привязаны к определенным исследовательским, реальным запросам в регионах, и делает, составляется программа при участии высшей школы урбанистики, вышки нашей высшей школы экономики. Ну, а главным инициатором и, собственно, главным партнером является архитектурное бюро «Рождественка», которое Нарина Тютчева возглавляет. Она еще является и членом ЭКОМОЗ, и преподавателем нескольких еще государственных проектов. Ну, и самое главное, это практикующий специалист как раз не только в архитектуре, но и в работе с объектами культуры и истории. Здесь указано, что это не государственный, не коммерческий, не зависимый и, главное, сетевой образовательный проект. Есть информационные партнеры, а есть бизнес-партнеры. И надо сказать, что здесь они хоть и не указаны, но это внушительный список не только международных партнеров, но и отечественных, в том числе и отечественные девелоперы. Группа компании «Голдвинская Слобода» девелопер, который выступил партнером этого проекта с самого начала. Участие есть и гуманитарных проектов, как школа наследия, даже градозащитного движения. Я думаю, самарцам это будет особенно интересно узнать. Здесь серьезное градозащитное движение. Вот московское движение «Архнадзор» является в том числе со-партнером-основателем, со-основателем этого проекта. Вы увидите потом список преподавателей, поймете, насколько широк спектр привлекаемых специалистов. Уникальные школы в комплексной методике подхода к сохранению, сетевая система образования и так далее. Здесь очень важна система, при которой работают все понятия ре. Реставрация, реконструкция, ревитализация, регенерация и ре-волоризация. Поэтому это, собственно, ре-школа. Ну и ценности наследия в археологии и во всех параметрах по сохранению, приумножению и созданию новых ценностей. Вот это все основы блоков. Ну и построена сама программа методически. Первый семестр – это определение портрета города, эволюция развития городского пространства. А второй семестр – после уже исследовательской части начинается работа по подготовке мастер-планирования. Вот, собственно, специалисты, междисциплинарные, междисциплинарная такая команда появляется. Это не только архитекторы, это не только культурологи, это не только реставраторы, это чиновники в области охраны памятников, в области охраны природных ресурсов. Специалисты совершенно различной, может быть, подготовки, но они получают вот такой вот комплексный взгляд на либо территорию, либо на объекты, в зависимости от того, что выбрано в качестве объектов проблемных. И вот таким вот образом выглядят блоки первого и второго семестра. Между ними, соответственно, помимо заочной части, помимо очных лекций, еще и выездные практики обязательно несколько недель проводятся на пленэре. И уже потом защита, сначала предзащита, а потом уже защита своего блока в общей программе. Тут все по часам разбито. Вот кто наши слушатели. Это специалисты, обязательно с высшим образованием, в области архитектуры, строительства, экономики, юриспруденции, социологии, искусствоведения. В разных пропорциях каждый год эти группы собираются, но, тем не менее, есть курс, который заканчивается дипломом ММА, а есть короткий, чисто теоретический курс, который подкрепляется сертификатом о повышении квалификации. Тоже с образовательной же лицензии. Вот такого образца официального выдаются документы при окончании. Кто лекторы и эксперты? Я думаю, что ознакомиться с полным списком этих замечательных людей, это руководители. Не только вышки, это привлекаемые, очень такие знаменитые московские, не только московские архитекторы, урбанисты, специалисты в разных областях, аналитики. Можно все посмотреть на сайте Решколы очень внимательно. Я хочу, собственно, подытожить опыт за пять лет, которые прошли. Это пять различных регионов. Гороховец, Елец, Соловки, объект ЮНЕСКО, Кронштадт, который девушки сегодня представят, Казань, который тоже сегодня будет представлен. И в этом году параллельная программа шла на базе Ереванского университета. Была программа в Ереване. Сколько у нас выпускников-то в итоге? 81 уже выпускник имеет дипломы. Плюс параллельно это шестилетняя фактически реопрактика. Это воркшопы всевозможные в разных городах. Собирается команда. И вчера, например, звучала на нашей сессии Сесерц. И как раз интересно будет, наверное, узнать, что это не просто чудо чудное, которое образовалось в чистом поле. Инициативами, конечно, нельзя умалять. Значение, собственно, тех замечательных людей, которые согласились этот эксперимент провести у себя на промплощадке в Сесерце. Очень важно, что проект, который можно было показывать на гранты президентского фонда, и, собственно, который победил и импульс этому проекту придал, он разрабатывался как раз в рамках воркшопа «Решкола». Туда поехала команда, которая подготовила архитектурную концепцию, концепцию развития. И это все, собственно, стало основой того самого гранта, который и победил. Тоже важно понимать. Вот таким вот образом проходит пленэрное занятие. Это у нас как раз город Гороховец. Это наш выпуск первый с французами. Это как раз представители школы Эколь де Шайо. Выезд и обследование центра города. Тут различные совсем уже проектные фотографии выпускников. Ну, в целом, вы понимаете, пятилетняя история, совсем разные аспекты. Ну и уровень тех работ, которые готовятся в рамках учебного плана, в итоге при определенной доработке становится конкурсными проектами архнаследия. Я передаю слово Анастасии. Она представит как раз у вас на стендах где-то в парке. Да, это можно посмотреть? Мы сами еще пока не нашли, где он выставлен, но мы знаем, что наш проект выставлен. Да, и является конкурсантом этого года. Итак, прошлый год. Кронштадт. Да, проект прошлого года. Кронштадт. Интересно то, что в том году у нас было большое количество студентов. Это 18 человек. И все студенты были разнопрофильные. Интересно то, что у нас в одной группе столкнулись городзащитники и начальники департамента культурного наследия. Это такой контраст. И все мы работали вместе и развивали Кронштадт и думали о том, как сохранить его целостный образ. Кронштадт это на самом деле очень известный, очень важный город. Ну и как всегда, мы знакомство с любым объектом, с любым городом начинаем из социальных сетей. Первое, с чего мы начали, это зашли в интернет и сделали запрос про Кронштадт для того, чтобы узнать, какой образ у этого города есть в интернете. Мы видим, что на самом деле город представлен только как бы тремя объектами. Это самые, наверное, часто упоминаемые в интернете. Это собор, который стоит на центральной площади, на якорной. И мы видим, что именно фотографии с собора больше всего представлены в сети. Дальше Кронштадт известен своими фортами, но, что удивительно, у Кронштадта, вокруг Кронштадта и в самом Кронштадте есть 34 форта. И только два из них представлены в интернете. И также все остальные фотографии, которые мы находили, это вид сверху. При изучении острова, при изучении города мы для себя сначала сформировали парадоксы, с которыми мы дальше работали. Первый парадокс – это остров-неостров. Изначально Кронштадт – это город, который располагается на острове Котлин. Остров не был связан с Санкт-Петербургом, но с течением времени была построена дамба в 20 веке, которая соединила остров с городом. И как раз-таки у нас появился этот парадокс, что изначально это был остров, теперь он уже потерял, можно сказать, свой статус, соединен с городом. И из-за этого изменились пути подъезда к городу. Изначально до острова доплывали только на кораблях. И самым главным фасадом в городе это был морской фасад. И въезды были как раз-таки въездные ворота, с которыми знакомился посетитель города. Они располагались на морском фасаде. Въезды, через которые сейчас попадают туристы в город, это были на самом деле выезды из города. Они не парадные и никогда такими не задумывались. Второй парадокс – это город-не-город. На самом деле, когда мы говорим про Кронштадт, мы думаем, что это отдельный административный город. Но такого статуса у города нет. Кронштадт является районом Санкт-Петербурга. Третий парадокс – это естественное рукотворное. Кажется, что изначально, раз Кронштадт был островом, это на самом деле естественная сформировавшаяся ландшафтная единица. Но с течением времени рельеф и силуэт острова достаточно сильно изменились. Изначально в XVIII веке уже появились намывные насыпные территории строительного мусора, на котором как раз-таки строилась застройка. И в XX веке пристроилась дамба, которая тоже существенно изменила силуэт острова. Следующий парадокс – это крепость-не-крепость. Сначала мы думали, что город и крепость задумались как фортификационные сооружения. Но оказалось, что на самом деле город задумывался как судостроительная, судоремонтная верфь. И уже фортификационные сооружения, которые располагаются рядом с Кронштадтом, они построены для того, чтобы защищать эту верфь. Следующий парадокс – это закрытый-открытый. Очень долгое время, во-первых, из-за своей недоступности, а во-вторых, из-за того, что это был военный город, он был закрыт. Но в 1991 году город стал открытым. При этом сейчас все равно сохраняется такая ментальная закрытость. И даже не все знают про этот город. Центр без центра. Судоремонтная верфь располагалась в самом центре острова, и вокруг нее на самом деле формировалась застройка. Из-за того, что это такая промышленная функция, она сейчас находится в заброшенном состоянии, и из-за этого не функционирует, недоступно. Поэтому географический центр города выключен из его сердца. Центр не в центре, а с течением времени тоже центр города изменялся. Изначально центр находился не в географическом центре, а выше по северу. И он располагался на стыке двух осей. Это две оси, которые идут от причалов, от летнего причала и от военного. Но на стыке этих двух осей располагалась главная доминанта Андреевский собор. Он был разрушен, и уже в 20 веке построили новый морской собор на Якорной площади, который как раз-таки находится в географическом центре. При этом застройка, которая есть вокруг этого географического центра, она не функционирует. И когда ты попадаешь в центр города, у тебя не происходит впечатление от того, что ты на самом деле в центре. Здесь представлены фотографии, гравюры, которые как раз-таки подтверждают, что все строительство острова, все строительство города как раз-таки задумывалось вокруг верфи. Когда мы изучали историю Кронштадтской верфи, мы еще изучили все верфи Балтийского флота. И оказалось, что на самом деле Кронштадтская верфь самая значимая, потому что больше половины всех кораблей обслуживалось именно в ней. При изучении Кронштадтская верфь состоит из Петровского дока и зданий, которые его обслуживают. При изучении Петровского сухого дока мы тоже изучали доки, которые есть во всем мире. И что интересное мы здесь обнаружили, что обычный сухой док, который есть в других странах, в этом доке механизм работает таким образом, что только за месяц, когда корабль попадает в док, только через месяц из него начинает выкачиваться вода и через два месяца уже начинается ремонт кораблей. В Петровском доке, который находится в Кронштадте, за месяц уже отремонтирован корабль и он выходит обратно в море и начинает заново функционировать. И как раз таки это свойство Петровского сухого дока делало Балтийский флот мобильным механизмом Кронштадтской верфи. По цифре 1 мы с вами видим это залив, это залив, через который уже корабли попадают в сухой док. В сухом доке корабли останавливаются, дальше вода выкачивается из сухого дока, сливается в овраг. И через овраг попадает в бассейн дока и из бассейна обратно попадает в залив. И весь этот механизм, время функционирования этой системы занимает месяц. И как раз таки за этот месяц уже ремонтируются корабли. Какие были объекты форты и док или только док? Объекты исследования, не только то, что вы сегодня представляете, а в принципе в рамках практики этого года. Я дальше расскажу. Мы на самом деле исследовали все объекты, которые есть на острове. Просто в этой презентации большое внимание уделено доку, потому что такого дока больше нигде нет в мире. Эту технологию разработал сам Петр I с инженером и повторений аналогов нету больше нигде. Ну так, чтобы все понимали, что объектами исследования были не только доки, но еще несколько объектов. И немножко побольше про технологии, не сколько сам проект, а про технологии и ваше обучение. Хорошо. Дальше мы исследовали все фортификационные сооружения, всего их 34. Они делятся на разные группы. Это тоже было важно изучить, потому что у каждого своя морфология. Это 17 береговых фортов, 4 морских, у которых есть связь, и 13 морских без связи. Когда мы исследовали все эти форты, мы также исследовали техническое состояние этих объектов. И только на самом деле из 34 объектов только один в хорошем состоянии. И интересно то, что у фортов только у 31 есть статус объекта культурного наследия. И три из них не имеют статуса, поэтому они являются, ну они под угрозой. Дальше необходимо было исследовать ценный каркас острова. Мы исследовали всю застройку для того, чтобы определить, какие объекты у нас являются ценными, и что нам следует сохранять. И мы с вами видим, что на самом деле в крепости практически все объекты являются ценными. Это 67% объектов. Из них охранный статус есть только у 34 объектов. И техническое состояние неудовлетворительное у, по-моему, 35 объектов. Так выглядят объекты культурного наследия и объекты всемирного наследия, потому что Кронштадт является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы видим, что состояние у них неудовлетворительное, они в аварийном техническом состоянии. Дальше нашей задачей было разработать мастер-план. Мастер-план мы разрабатывали на основе анализа предпосылок. Предпосылки у нас – это мы анализировали границы всемирной универсальной ценности, форму собственности, целостный ансамбль Кронштадтской крепости. Анализировали видовые раскрытия, которые у нас есть на город, из города, из дамбы. Также мы анализировали природный каркас и уличную дорожную сеть. Немного про ландшафтно-визуальный анализ. Очень было важно его сделать, причем мы его делали, как я уже повторюсь, не только с Санкт-Петербурга для определения ценных видов, но мы его делали и из Кронштадта, потому что из Кронштадта есть виды на Санкт-Петербург, и эти виды тоже являются охраняемыми, важно их сохранять. И застройка, которая будет дальше развиваться в Кронштадте, она не должна нарушить эти связи, и нам важно их сохранить. И как раз-таки здесь представлены панорамы на Кронштадт. Снизу две панорамы – это виды с дамбы. Конечно, изначально дамбы не существовало в Кронштадте, но при этом сейчас она дала возможности для появления новых раскрытий на город, и мы можем совершенно с другой стороны его изучать. И как раз-таки эти виды мы тоже хотели внести в ценные виды, потому что с них мы видим исторический образ и силуэт, и при этом снизу представлены картинки. Это новый проект, который хотят построить в Кронштадте, и этот проект, вот видим на карте, отмечено его местонахождение, и мы понимаем, что если этот проект будет реализован, он разрушит виды исторические, которые у нас сейчас есть на крепость. Въездные ворота. Главные въездные ворота в город, их всего лишь два. При этом я уже рассказывала, что эти въездные ворота раньше были выездными, и они не задумывались как парадные. И, наверное, когда приезжают туристы в город, он хочет ожидать что-то иное, но встречают его именно такие виды. Тоже мы разрабатывали уже детальные бассейны видимости для того, чтобы в дальнейшем предложить зоны регулирования застройки и ограничить высоту, чтобы не нарушить исторический образ. Также одним из предложений у нас в мастер-плане это было расширение границ исторического поселения. Так как у нас Кронштадт – это не отдельная административная единица, мы можем в этом случае расширить границы исторического поселения Санкт-Петербурга. И данный статус позволит сохранить планировочную структуру города и те самые объекты, которые являются ценами, которые сохранились еще с Петровского периода, но они не имеют своего охранного статуса. Прежде чем предлагать проект изменения границ исторического поселения, мы рассматривали разные охранные документы и разные охранные статусы, которые мы можем применить к территории. Но в ходе нашего анализа мы поняли, что историческое поселение – это самый, наверное, удобный для этой территории охранный статус. Также в мастер-плане мы предлагали развитие не только исторических объектов, но и природного каркаса. Природного каркаса – развитие пространственной связности. В этом разделе мы предлагали сделать связь исторического центра города и южного въезда с восточной частью города через тоннель. «Восстанавливаем и развиваем морской транспорт для того, чтобы было лучшее сообщение с островом и для того, чтобы мы смогли сделать такие сообщения, которые позволят туристу увидеть морской фасад, который изначально задумывался как главный фасад города». Дальше также в нашем мастер-плане мы предлагали изменения проекта «Зон охраны». И здесь представлены эффекты реализации проекта. Мы видим, что их достаточно большое количество. Все я зачитывать не буду. И также после того, как мы завершили предложение по мастер-плану, мы определили импульсную территорию, с которой мы работали во втором семестре. Импульсная территория – это вся крепость. И в крепости мы как раз-таки для себя выделили Петровский док и сооружения, которые позволяли ему функционировать и работали во втором семестре именно с ними. И здесь мы видим, что центр города, Петровский док, выключен из его жизни. Самые активные трафики у нас, они как раз-таки идут по периметру. И только лишь есть две связи, которые соединяют центр с оставшейся частью города. Первое, что мы сделали, это мы изучили форму собственности территории. И мы видим, что на самом деле с XVIII века вся эта территория была в единой форме собственности. И уже в наше время она поделена на разные формы собственности. И исходя из этого анализа, мы сделали свое предложение по тому, что нужно изменить границы ансамблей. И сделать весь Петровский док. И там у нас есть парусные мастерские и заводы. И все это должно стать единым ансамблем и развиваться вместе. Дальше мы проинвентаризировали все объекты, которые находятся на этой территории. Посмотрели их статус, техническое состояние и год постройки. Самое важное, наверное, что мы предлагаем именно в мастер-плане этой импульсной территории, для того, чтобы включить ее в жизнь города, это восстановить утраченные связи, восстановить мосты. Потому что как раз-таки эту центральную часть омывает канал, который и является границей. Также в мастер-плане импульсной территории мы предлагаем перепрограммирование объектов, которые у нас имеются, для того, чтобы включить их в жизнь города. При разработке мы составили такой атлас ценных объектов, с которыми мы можем познакомиться, когда приезжаем в Кронштадт. Также была разработана экономическая модель и рассчитаны все расходы. Проработали несколько вариантов сценариев управления этой территорией и объектами. И, наверное, такие первоочередные проекты, которые стоит сделать, это запустить водный маршрут, разработать путеводитель по Кронштадту, включить в границы исторического поселения города Санкт-Петербурга остров Котлин, разработать проект планировки территории, разработать проект межевания территории и создать комплексную реконструкцию уличной дорожной сети с благоустройством территории общего пользования. Ну и в рамках импульсной территории мы выбрали три объекта, с которыми нам нужно сначала поработать для того, чтобы перезапустить ее. Первое – это как раз-таки входные ворота в Петровский док. Второе – это мы предлагаем реконструкцию сухарных мастерских, парусных мастерских. И третье – это реставрация объекта культурного наследия, насосная станция, которая как раз-таки, это маленькое здание, оно и позволяет функционировать всему доку, и как раз-таки благодаря нему вся вода у нас обратно выходит в залив. И в этом объекте мы предлагаем сделать его общественным. Там функция, которую мы задумываем – это музей, и небольшая коммерческая функция, которую мы привносим – это кафе. Спасибо огромное. Ваши аплодисменты. Эта работа представлена на Архнатследии. И сразу двойной вопрос. И вам, и вам. Кто среди местных структур принимал участие в формировании этих заданий? Вы про Казань расскажете, вы про Кронштадт, да? Я знаю, что с участием музея, с участием собственников нескольких, насколько я помню, разных объектов, и еще какой-то научной базы со стороны Санкт-Петербурга, так? Ну, мы на самом деле работали больше всего с музеем и с собственниками. Собственники – это несколько собственников по фортам или по… Это собственники по фортам, а собственник форта вроде бы Константин. По Константин, да, их там несколько. Либо мы сейчас уходим в какие-то точечные задачи, которые определенно важны для Казани, безусловно. Либо и кажется, что нужно поступить так, нужно вообще расширять границы исследований и, честно говоря, посмотреть совершенно по-другому. И я думаю, что ре-школа в этом, наверное, ее и суперсила. И это очень-очень важный вообще критерий, метод работы ре-школы, когда школа позволяет себе посмотреть и в том числе партнеру показать тоже, как по-другому более комплексно, более широко можно посмотреть на задачу. Переходя к Казани. В Казани учебный год еще идет. Через неделю завтра у студентов экзамен, а через неделю, у них последняя интенсивная неделя, мы с Настей обе были студентками в ре-школе. Мы занимались проектом Кронштадта. В Казани мы сейчас являемся обе тьюторами. Я сама из Казани. И я дальше расскажу о составе студентов. В этом году он тоже преимущественно из Казани. В середине этой недели мы получили сообщение от студентов в нашем общем чате, где они сказали, что, может быть, вы найдете для нас какие-то слова поддержки, потому что сейчас у них самый сложный период, у них самое большое количество задач, огромное количество материалов, которые им нужно подготовить уже к началу следующей интенсивной недели, потому что мы планируем, что всю эту неделю, цель всей этой недели – обкатать предложения, показать их разным экспертам, разного рода экспертам, чтобы к концу недели уже готовить презентацию, я очень надеюсь, для мэра города Казани. Мы вот на это надеемся. Город очень сильно заинтересован. У вас на защите будет генералитет, да? Да, мы надеемся, что мэру города Казани мы будем его презентовать. И, в общем, возвращаясь к этой теме, про поддержку и взаимодействие с этим условным заказчиком или партнером, как его называть, в этом плане я, наверное, считаю, что Казань – великолепный город. Нас главный архитектор города Эльсиар Тухватульна открывала, давала, в общем, вводное слово при открытии этого учебного года Решколы. И, в общем-то, улица Баумана тоже была выбрана совместно с городом. И я, как человек, живущий в Казани, могу сказать, что разговоры вокруг этой улицы идут годами у нас уже. И есть вполне сформированный, понятный запрос на то, чтобы эта территория менялась, развивалась. Вот можно ли применить слово «менялась»? Это тоже, вообще-то, на самом деле, отличный вопрос. Я постараюсь коротко рассказать. Студенты. Вот когда Настя рассказывала свою презентацию, я очень часто, в принципе, когда я слушаю своих коллег-архитекторов или реставраторов, я ловлю на себе ощущение недостаточной образованности. Это не совсем, может быть, корректно будет сказано. Но когда я рассматривала больше года назад для себя возможности продолжения образования, я не сразу рассматривала решколу, я не рассматривала ее вообще, потому что я не являюсь ни архитектором, ни реставратором, я управленец и юрист вообще-то. Я не рассматривала, потому что мне казалось, что это не для меня, и там нет, ну, то есть я не получу там, во-первых, я не смогу быть полезна и для себя тоже не получу. Вот это главная ошибка. Потому что мне, я была знакома и с Нарине к этому моменту, и на самом деле мне повезло, что были люди, которые мне это объяснили. Я могу сказать, что одна из главных ценностей решколы – это когда группа набирается междисциплинарно, потому что в этой синергии происходят лучшие результаты. Несмотря на то, что я мучилась задачами, которые касались чертежей или схем, которые я совершенно не умею, уже чуть лучше умею, но не умела тогда делать, абсолютно точно в нашей группе в Кронштадте был искусствовед, были, я знаю, что в Ереване есть экономисты. Вот в тот момент, когда появляются такого рода специалисты, результаты, мне кажется, они просто делают квантовый сквачок. И для тех людей, которые не являются архитекторами или реставраторами, мне тоже кажется, что решкола – это возможность для квантового скачка, для того, чтобы совершенно по-другому начать видеть вещи. Если говорить про Казань, вот Настя говорила про состав нашей кронштадтской, наш кронштадтский состав, нас было достаточно много, при том методология решколы суперобширная, и даже этого большого количества человек не всегда хватает. В этом году у нас, во-первых, у нас женский состав, намного более компактный, 10 девушек, большая часть из них из Казани. Если говорить про то, как устроена учеба, я об этом дальше скажу. Вы уже говорили, это учеба раз в две недели в онлайн-формате и интенсивные недели, которых шесть в течение года. И если говорить про Кронштадт, например, у нас в Кронштадте было два выезда на территорию, когда мы в первый раз в ноябре исследовали город, исследовали остров, во второй раз мы исследовали конкретные объекты и делали обмеры на объектах. В Казани, и здесь, наверное, большое спасибо городу, это важная роль партнера. Большая часть, мне кажется, буквально один или два интенсива только проходили в Москве. Абсолютно большее количество, то есть больше месяца в течение года студенты провели в Казани, это, конечно, тоже сильно влияет на результат и на возможность общения очного с экспертами, на возможность презентации и изучения территории на месте. Если говорить про состав этого года, у нас здесь в основном архитекторы, у нас есть ландшафтный дизайнер Светлана тоже, и это тоже, в общем, каждая новая специальность, она сильно усиливает команду. Вот то, что я вам рассказала про то, как устроена учеба по неделям, вот эти пять недель в Казани уже прошли, и осталась одна шестая. Территория исследования, чем вообще занимается казанская группа? Не знаю, кто из вас был в Казани, кто из вас представляет, что такое улица Баумана. Улица Баумана, наверное... Наш Арбат. Мы всегда пытаемся это как-то объяснить тем, что это Арбат. Очень противоречивые впечатления казанцев. Мне, в общем-то, когда я думала о том, что я скажу, мне хотелось сказать, что казанцы хотят изменений, казанцы недовольны. Наверное, я не вправе, честно говоря, за всю Казань говорить, потому что я точно буду не права, если я скажу, что вся Казань хочет, чтобы Баумана изменилась. Абсолютно точно среди казанцев есть люди, у которых, если спросить, куда пойти в Казань первым делом, они назовут улицу Баумана и будут честны в этом, и будут действительно так считать. Я так не назову, но... В общем, это абсолютно субъективная штука. Но улица Баумана – пешеходная улица, искусственно-пешеходная улица, она стала пешеходной. Самые, на мой взгляд, красивые фотографии исторические улицы Баумана – это те фотографии, на которых там движется транспорт, потому что улица ощущает... Она не просто выглядит иначе, она ощущается совершенно иначе. Но так или иначе, в какой-то момент улица Баумана становится пешеходной. Вот здесь не входит в кадр, но является важной частью изменений улицы Баумана. Торговый центр «Кольцо», который расположен перед этой площадью, и этот торговый центр, он сыграл важную роль в том, чтобы перетянуть торговые функции и городскую торговлю на себя. И вот в этот момент на Баумана начались изменения. Удивительно, но это тоже улица Баумана. Вот там мы были в начале улицы Баумана. Это конец улицы Баумана. Для нас самих было новостью выяснить, что вот эта дорога под Казанским Кремлем – это тоже вообще-то юридически являются улицы Баумана. И ментально улица Баумана заканчивается вот здесь, люди заканчиваются на улице Баумана еще сильно раньше. Этому есть разные причины. Это тот же вид, просто со стороны Ленинской дамбы в Казани. Что делали студенты? Я сейчас покажу вам, у меня примерно 50 слайдов, я не буду рассказывать каждый слайд, расскажу о тех видах работ или, может быть, каких-то ключевых вещах, которые выяснили. Конечно, начали с того, чтобы понять, а что есть феномен пешеходной улицы. Это явление появившееся, это послевоенное явление появившееся в середине прошлого века. Много предпосылок разных от серьезной автомобилизации и попытки вернуть горожанам город, от площадей, которые концентрировали на себе торговые функции изначально исторически, а потом, разрастаясь, развиваясь, эти же торговые функции дальше ушли вот на эти улицы. Наши студенты проанализировали существующие пешеходные улицы, предпосылки создания, пришли к каким-то выводам. В частности, одним из выводов было то, что есть определенная протяженность комфортная, когда улица в кавычках можно считать хорошей, а Баумана достаточно протяженная пешеходная улица. Важным, конечно, важным очень является вовлеченность или невовлеченность этой улицы в городской транзит, и дальше наличие или отсутствие городских функций на этой территории. Вот это то, что я вам говорила в самом начале. Конечно, самым первым пунктом работы был разговор с городом и определение вот этого заказа, запроса, потребностей города, потому что Казань в лице института развития города много лет последних, в том числе, осмысливает эту улицу, там проходит благоустройство, то есть точечная работа над улицей ведется постоянно. И, собственно, вот так это было сформулировано. Вот к чему мы в конечном счете пришли. Это очень похоже на решколу. Опять же, про методы и про то, как это устроено. Вот примерно вот такой объем работ является результатом первой интенсивной недели, которая всегда проходит на территории. За эту неделю цель у всех студентов, задачу, которую мы им ставим, просто понять, что это за улица, поговорить с максимально возможным количеством людей, составить ментальные карты, что важно, провести как опросы, так и глубинные интервью, и обязательно походить по территории. И, точнее, честно говоря, походить по территории, это очень поверхностно в данном случае. Отфотографировать ее и узнать о ней все, для того, чтобы, уехав буквально через неделю, все было сохранено у нас, чтобы мы могли продолжать работать. Вот Настя говорила о парадоксах. Это тоже часть методики, это тоже то, что мы выявили. Долго не буду останавливаться. Городская, но не для горожан, я вам это уже объяснила, горожане не особо пользуются этой улицей. Они, многие есть горожане, которые там преследуют ту же цель, например, дойти до Кремля, выберут осознанно пойти по другой параллельной улице, потому что она ментально ощущается комфортнее. Популярное, но неизвестное, это про некоторые, может быть, иногда поверхностные сообщения, которые транслируются улицей, точнее, не улицей, а резидентами улицы. Улицы, но не улицы, сохраненные, но утраченные, это похоже на то, что говорила Настя, и зазывающие, но неприветливые. Сохраненные, но утраченные, конечно, делается анализ, и на самом деле сильно изменился облик города в этой части. Наверное, даже сильно не буду комментировать вот эту площадь под Кремлем, которую я вам только что показывала на виде сверху. Для тех, кто тоже знаком с Казани, может быть, знает, что раньше на месте этой огромной пустой территории была застройка, которая была вот там, он Кремль, совершенно другой вид. Про сохраненные, но утраченные, конечно, делается карта всех объектов, оценивается их техническое состояние, их используемость и функциональные распределения. Зазывающие, но неприветливые. Вот обратите внимание на левую схему и на то, как транспорт движется по центру Казани, и то, как вырезан полностью этот участок из транспортных потоков. Важные тоже критерии микроклимата, конечно, это такая выжженная в каком-то смысле, это довольно тяжелая под прямым солнцем территория. Этому можно посвятить час, огромную работу, которую проделали ближе к концу прошлого семестра студенты, они изучили все вехи в развитии города и то, что происходило с улицей, позитивного и негативного в связи с этим. Не помню, было сказано за сегодня или нет, но методика Решколы предполагает работу по пяти контекстам всегда, и у студентов всегда есть задача сделать определенные выводы по всем этим контекстам, вот они все здесь указаны, и точно так же выявляются как проблемы, так и ценности каждого этого контекста. Это важная часть работы. Мастер-план в случае Казани и улицы Баумана предполагает следующее решение. Важнейшим, мы много об этом говорим, студенты говорят наши с транспортниками, конечно, важнейшим решением для развития этой территории, для серьезного импульса является транспортный вопрос, потому что вот у нас есть Казанский аэропорт, потом есть город Казань, и дальше есть город, не знаю, пусть будет Иннополис или Зеленодольск, который после Казани находится. Если в Казанском аэропорту сесть за руль автомобиля, набрать в карте маршрут до этого города, Иннополис, кратчайший маршрут будет построен через параллельную улицу Баумана, улицу Профсоюзная. То есть невероятную нагрузку транспортную, которую вообще-то можно, минуя город, делать, берет на себя вообще исторический центр Казани. Разумеется, в планах города у транспортников, конечно же, есть планы и есть решения на эту задачу. Вопрос, наверное, в том, как скоро это произойдет, потому что это, конечно, колоссальные вложения в инфраструктуру, но такие планы есть, и понятно, что серьезные изменения произойдут, наверное, в этот момент в том числе. Конечно, решения касаются создания единого общественного каркаса, развития функции уличного фронта и обозначения исторического центра. Вот это то, что мы имели на конец прошлого года, на декабрь, когда у студентов заканчивается первый семестр, и вместе с мастер-планом они должны, во-первых, определить этапность реализации проекта, а во-вторых, определить импульсные территории, с которыми они же дальше будут работать. И, в общем-то, в этот момент уже появляются объекты. Самый интересный этап, когда студенты совместно с преподавателями определяют объект, который может собой начать изменения в сильно большем контексте, чем он сам. Ну, собственно, вот здесь я просто вам покажу. Это краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные решения. Четвертая интенсивная и пятая интенсивная недели – это то, что проходило в последние буквально пару месяцев. Буквально здесь пробегу. Ну, классная… Ну, мне кажется просто, что это за счастье, когда ты берешься, выбираешь объект, и потом параллельно выясняешь, что у города есть тот же самый запрос на тот же самый объект прямо сейчас, потому что для студентов это, конечно, важнейшая возможность повлиять на те решения, которые еще не приняты. А если есть город, который приходит и слушает тебя, а в случае с Казани, то руководитель управления культуры, который отвечает за этот объект, он приходил на защиту. Ну, мне всегда кажется, что для студентов это самая главная ценность, потому что их исследовательская работа вмиг приобретает практическую значимость. Классное здание городского магистрата было выбрано как импульсный объект для этой территории. Что мы дальше делаем? Дальше мы разбираем, а что есть объект, какая у него была история, а какова его история в контексте города. Выявляем ценности, выясняем, что там вообще-то находился хлебозавод, а еще там был детский приют, то есть какое-то сочетание интересной функции про город. Исследование объекта, вот Настя это упустила, потому что если говорить еще и об этом в Кронштадте, то можно часами рассказывать. Я вот прям пролесну эти слайды. Студенты разбирают, конечно, то, как и когда этот объект появился на карте, как он выглядел, как он работал. И в случае с магистратом мы выяснили, вот можно по этой схеме отследить, что облик здания менялся, менялся довольно сильно, перестраивался. Задачу, которую мы ставим перед студентами, разобрать, а что за изменения в какой этап были внесены, поэтому результатами являются вот такого рода схемы. Важная очень часть работы, конечно, кроки и ручная работа, которую в огромном объеме делают студенты на месте, которую потом они переносят в чертежи. Все планы, анализируется кирпичная кладка, классные результаты, выводы, находки именно на этом этапе происходят всегда. Так же у нас было в Кронштадте. Я еще, мне кажется, с таким говорю об этом впечатлением, потому что я не являюсь архитектором, для меня это вообще вау-эффект вызвал в прошлом году, те выводы, которые мы делали на основании кирпичей. В общем, не буду останавливаться, но вот примерно один из промежуточных результатов, когда студенты определили, каким был первоначальный объем и как он менялся в случае с магистратом, это были очень интересные изменения. И самое классное тоже... То есть такой глубины исследований не проводилось, скажем, я? Проводилось, конечно, я не... То есть только культурное, да? Да, потому что над этим объектом работали, и, конечно, там тоже были, но студенты вот это исследование провели полностью сами. Классное тоже... Вот примерно на этом этапе студенты вдруг пришли к нам со словами, что, знаете, когда вы выбрали, и мы выбрали магистрат, нам показалось, что это такой понятный, скучный объект, и как-то вот он не вызывает каких-то суперярких эмоций. Но в тот момент, когда они сами же докопались вот до этого, конечно, изменения и их отношения абсолютно точно поменялось. Ну, собственно, вот вплоть до того, в какой период, что, как менялось, все, мы доходим до этапа предложений. И это, во-первых, это будущее, это в целом результаты следующей недели. Есть запрос города в виде расположения там музея Казани. Музея Казани в Казани пока нет. И у коллег из музейного сообщества Казани тоже есть мнение, что это сформулированный уже запрос. И, собственно говоря, начали ровно с этой гипотезы. И также, буквально последние два-три моих слайда, важно, что результатом следующей недели должен будет быть проект приспособления на этот объект. Но не только на объект. Это всегда очень важно, потому что все же методика не заканчивается решениями по объекту. Она предполагает решения по территории, причем в суперразных контекстах. И интереснейшей территорией в контексте улицы Баумана является подземная галерея, подземная улица Баумана, которая появилась в 90-е. Она появилась не так давно. И она так никогда и не была заселена. То есть она была построена, но по сегодняшний день вся улица Баумана изрезана входами в эту галерею. То есть там очень много входов. Но при этом попасть сюда невозможно. Она закрыта. Там есть как бы ряд технических тоже вопросов. Ну и классные, классные. Я тоже надеюсь, что это может быть во что-то выльется. Часть этой территории выкуплена частным инвестором. Она находится в частной собственности. Часть принадлежит городу. И, в общем-то, у нас есть надежда, что этот инвестор тоже заинтересован в том, чтобы над этим объектом работать. А мы находимся с ним на связи. Прекрасно. Когда защита перед мэром? Собственно, вот это то, что у нас 5 недель прошло. И, собственно, вот шестая интенсивная неделя, которая начнется в Казани буквально через неделю. Ну и, собственно, через две мы надеемся, что получится презентовать это исследование мэру Казани. В июле, да? В конце июня. В конце июня. Ну, пожелаем больших-больших успехов. Понимаем, какая-то ответственность большая. Тем более совпало действительно пятый год. Такой мощный запрос от города. И, видимо, очень такой финансово мощный будет проект по вливаниям. Если это будет реализовано при помощи Решкова, это будет очень круто. Спасибо огромное, ваши аплодисменты. Это действующая работа. И сейчас у нас, мы немножко вас задержим, но очень важная часть, что ждет Решкову в будущем учебном году, есть планы на некое переформатирование. Я прошу поставить следующую презентацию. Я хочу представить вам Андрея Татарникова, нашего вчерашнего прекрасного спикера. Он советник директора крупного научного института. Расскажите, пожалуйста, Андрей, вы теперь преподаватель. Да, ну, я на самом деле кратко, потому что я так понимаю, что у нас уже время на исходе и следующая сессия на подходе, да. В этом году, ну, получается, следующий учебный, этот календарный, будет запущен авторский курс по экономике наследия, где, ну, основная часть лекций будет моих, будут также несколько вводных таких историй, лекций про роль наследия от Нарина Тютчевой. И, ну, я про себя несколько слов расскажу. Я кандидат экономических наук. Сейчас являюсь советником директора Центрального экономико-математического института Российской академии наук, но до этого, имея пятилетний опыт работы в органах муниципальной и региональной власти, это администрация города Коломны, где я занимался, ну, был как бы соавтором разработки проекта туристического кластера «Большая коломна» и занимался непосредственно реализацией и приземлением этой истории. То есть входила, ну, работа как раз-таки с объектами культурного наследия, с разработкой мастер-плана, да, его реализацией, с теми предпринимателями, которые уже реализуют данные проекты, которых там, наверное, многие знают, и теми, кто планирует только это делать. Вот, то есть есть непосредственно опыт работы со стороны города, вот, на земле. Потом также поработал в правительстве Московской области, в трех разных министерствах экономики и финансов, инвестиций и туризм. То есть, ну, как бы, представляю с уровня субъекта, соответственно, как все это происходит. Вот, ну, и потом консалтинговыми проектами занимался с компанией «Новая земля». Там ряд мы сделали мастер-планов, то есть я отвечаю за экономический блок. Вот, ну, в том числе там еще, ну, не только Коломна, сейчас еще есть там ряд проектов, которые мы сделали. Вот завтра на сессии Иван Курячий, управляющий партнер, представит новый проект. Вот, ну, вернемся, собственно, к курсу. Он будет из двух блоков состоять. Один лекционный, второй выездной. Здесь предполагается выезд на такую стратегическую сессию как раз-таки в город Коломну, но про него чуть позже. Вот здесь вот приведены названия лекций, да, и, в принципе, можно их, ну, разнести, наверное, на три смысловых блока. Один, он про, ну, как бы про роль наследия вообще в экономике. То есть, на самом деле, я так посмотрел, ну, изучая вообще вопрос, то есть сейчас я, в принципе, написанием докторской занимаюсь, там, в том числе экономика впечатлений, вот экономика наследия в фокусе моего внимания. Вот, и довольно много есть там, ну, и материалов, и всяких примеров, кейсов, но в основном, вот я на что обратил внимание, этим занимаются искусствоведы, культурологи, архитекторы, ну, то есть кто угодно, но не экономисты. Вот, и что самое важное, ну, экономика тоже наука гуманитарная, но я при этом математик. То есть, ну, без математики экономика, ну, тоже такая наука, в которой можно, ну, есть много разных мнений. Вот, и, соответственно, я здесь хочу дать, ну, вот такой фокус именно с экономической позиции, будут рассмотрены, ну, как бы, та самая новая экономика, так называемая экономика внимания, экономика впечатлений, вот все те вещи, которые работают, собственно, на вот у монетизацию культурного наследия, потому что есть разные подходы. Ну, одна история, если рассматривать экономику этого дела, сколько это, условно говоря, тратит там бюджет на это, вот, но и какие эффекты, то есть, есть также там экстерналии, так называемые внешние эффекты, которые непрямые, вот, которые очень дискуссионная, на самом деле, история, они все там вокруг нематериальных всяких историй и неосязаемости крутятся, вот об этом тоже мы будем говорить на курсе, то есть, там будет прям отдельный блок про измерение неизмеримого, будет здесь, с одной стороны, лекция от Нарине, про вот как измерить неизмеримое, как оценить метафизику наследия, он не называется, то есть, она с позиции, вот, как раз такой гуманитарной, архитектурной, вот, я потом со своей стороны уже с позиции, там, экономико-математической буду об этом рассказывать, вот, также будет отдельный блок про, ну, собственно, расчеты, вот, про экономику, те механизмы финансирования, как вообще это все устроено, как у нас устроены институты, институты развития, как здесь могут бы участвовать в проектах, связанных с наследием, ну, и вообще в целом, как система государственного бюджетирования устроена, вот, и, ну, также подходы к оценке, то есть, как можно считать все эти эффекты, вот, и, соответственно, второй блок, он предполагает выезд в Коломну на, там, пару дней и будет включать в себя, ну, такую, можно сказать, лекцию-экскурсию по городу, да, вот по местам, там, наверное, наиболее известным, то есть, в ретроспективе показано вообще, каким образом сформировалась вот та самая городская экономика вокруг наследия, также будут запланированы, там, встречи с отдельными предпринимателями, там, ну, и теми людьми, которые, собственно, вносили вот этот вклад, которые занимались этими проектами, при том, что довольно давно, то есть, это, на самом деле, там, еще с 90-х годов активность происходит, просто такую большую популярность это обрело, там, ну, уже позже, там, в десятых годах, вот, и, соответственно, будет у нас также, там, стратегическая сессия, в рамках которой будет сделан упор на разработку, как раз-таки, вот, экономического блока, на то, как считать все эти проекты, рассмотрим, наверное, какие-то конкретные кейсы, сейчас есть несколько вариантов, но уже, там, ближе к делу, определимся, что это будет за проект, вот, соответственно, ну, думаю, что с администрацией пообщаемся, ну, как бы, позовем людей, чтобы рассказали, там, со своих позиций, как все это будет происходить, вот, ну, и, соответственно, общая продолжительность курса 40 часов академических, из них, вот, будут онлайн-лекции и практические занятия, вот эти вот выездные, вот, соответственно, потом будет получен сертификат о повышении квалификации, вот, и, что важно, ну, на первую, то есть здесь разделены два блока, можно отдельно взять, там, либо один, либо первый и второй, отдельный, который просто онлайн, там неограниченное количество человек, и на практический блок ограничения, там, не более 20 человек, там все, то есть, входит размещение в гостинице, которая, там, в одном из исторических особняков, тоже, ну, то есть, в общем, да, будет такое погружение, и диалоги, и ногами походим, и послушаем, пообщаемся с людьми, и получимся считать всю эту историю, вот, спасибо. Замечательно, мы подытоживая, итак, пять лет, это с октября по июль был полный год, разбитый на блоке, и диплом государственного образца от вышки и от решколы, сейчас предлагается серию спецкурсов, то есть экономика наследия, это первый спецкурс, да, который можно будет, опять-таки, в двух видах посетить и приобрести, и в дальнейшем, со второй половины, точнее, с начала будущего года спецкурсы будут еще верстаться по разным другим актуальным тематикам. Именно поэтому в течение года, ну, наверное, три спецкурса вместятся где-то в течение будущего учебного года, ну, вероятно, потом будет возможность вернуться еще к вот такому полному курсу рейшколы. Вот такие перспективы, и мне кажется, что уже подготовленные специалисты влились очень активно в практикующую среду. Это очень круто, потому что, как вы видите, очень много запросов на междисциплинарную подготовку. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо. Если есть вопросы, мы тогда в колуарах с коллегами ответим на них. Хорошо? Освобождаем площадку. Спасибо. Всех благ. Субтитры создавал DimaTorzok